МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в опасности. В Березняках снежная глыба проломила козырек аптеки. Крыши центральных улиц не чистят. Страшно звучит постоянно. Громко падает. Поэтому, конечно, страшно. Коммунальщики не вывозят. На Зырянке выход из домов забаррикадировали снегом. Не было этой кучи. Иду в 6 часов, гора, внуки. И автоледи, которые любому мужчине дадут фору. В городских гонках на льду девушкам не было равных. Понервничала. Соперники были очень сильные. В период весенней оттепели все чаще с крыш начинают слетать снежные глыбы. Так в Перми накануне огромная льдина повредила два балкона и газовую трубу. Подобный случай произошел и в Березняках. Сегодня днем мы оценили последствия ЧП, а заодно вновь проехались по городу в поиске опасных мест. Только представьте, на сегодня эта гора снега упала прямо с крыши. Она проломила козырек аптеки. Сегодня здесь, как видите, работают монтажники. По словам местных жителей, они два дня опросили управляющую компанию убрать с торца дома снежную глыбу. Но коммунальщикам всегда что-то мешало. И это что-то, оставленное у дома машины. Обрушение, к счастью, произошло ночью, поэтому никто не пострадал. Сейчас руководство аптеки оценивает ущерб. Его коммунальщикам придется возместить. В целом, обстановка на центральной улице Пятилетки порадовала. Большинство крыш почищены. Правда, кое-где все же спустя рукава. По принципу, наверное, нет тротуара рядом, нет уборки. Управляющая компания этого дома на юбилейной 43 явно пренебрегает своими обязанностями. Посмотрите, какая снежная шапка свисает с крыши. Если эта глыбина начнет падать, козырек точно не спасет. Конечно, страшно. Звучит постоянно. Дромко падает. Поэтому, конечно, страшно. Похожую ситуацию мы увидели за Икаром. Ледяные пласты съехали с дома на Свердлова 102 уже на несколько сантиметров. Но управляющей компанией Семина до этого, похоже, нет дела. Наши звонки коммунальщики оставили без ответа. В таком случае жильцы вправе обратиться в инспекцию госжилнадзора. Только за последний месяц туда пожаловались жители девяти березняковских домов. После выездных проверок специалистов в большинстве многоэтажек проблемы решились. А вы довольны тем, как у нас в городе чистят крыши? Нет, конечно. Однозначно. Вон, смотрите, висит. Вон там, посмотрите. Так что поздно взялись нам бы раньше. Плохо, я думаю, чистят. Особенно, которые близко к тротуару пешеходному вообще боюсь. Даже если почищено, оно немножко все равно налить образуется. И прохожу как бы подальше. Страшной картины я не видела. В доме, где я живу, у нас нормально. И помните, что из-за влажности в период оттепели снег на крыше становится в три раза тяжелее. А потому, если вы услышали наверху подозрительный шум, немедля прижимайтесь к стене. Козырек крыши послужит вам укрытием и, возможно, даже спасет жизнь. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. В соседнем Кизеле из-за того, что вовремя не чистят, под тяжестью снега обрушилась крыша здания. Этот дом уже много лет находился в запустении. Все случилось сегодня днем в центре Кизела на улице Советской. Этот дом давно пустует и, соответственно, находится без отопления. Однако власти оградили территорию возле заброшки, чтобы никто не пострадал только сегодня. На месте работают чиновники и сотрудники МЧС. Произошло обрушение чердачного перекрытия в неэксплуатируемом здании. Пострадавших нет, угрозы обрушения дальнейшего нет. В этом году зимой выпало как никогда много осадков. Коммунальщикам привалило работы. Однако есть такие дороги, где трактор – редкий гость даже в малоснежную зиму. И речь идет даже не об отдаленных деревнях. К нам обратились жители Зырянки, мол, сил терпеть это больше нет. Люди боятся, когда случится беда, ни скорая, ни пожарная до них не доедут. На место выехала Елена Силакова. Скорую не можем вызвать вот из-за этого. А если пожар, у нас тут дом горел. На этой же улице, где сейчас живут наши герои, несколько лет назад от ЛАЗ горел жилой дом. Тогда пожар унес жизнь главы молодого семейства. Огнеборцам удалось остановить пламя до того, как загрелись другие дома. Однако добирались они к месту долга из-за нечищенных дорог. Люди боятся, что в этом году ситуация может повториться. Одно неловкое движение и колеса увязнут в жижи из воды и снега. Каждый день по этим ухабам дети ходят в школу, мочат ноги, а потом неделями сидят на больничных. Еще один нюанс. При выезде с улицы вовеля на общественную дорогу, там надо выехать наполовину. И не дай бог тебя в левую сторону кто-то ударит. Там не видно. Вообще они как ездят, как наворотили углы, так и все оставили. Жильцы говорят, воротить такие углы приезжие трактористы любят. Динаида Спиридонова рассказывает. Дороги чистили в феврале, а потом только через месяц, 8 марта. Но и тут без сюрпризов не обошлось. 8 числа, я говорю, пошла в город. Не было этой кучи. И до 6 часов гора. Внуки у меня трое тут жили, и вот мы по этой горе лазили. Вот он за три захода, вот такую, вот это за один заход, а тут за три захода. Представьте, какая гора была. Почему коммунальщики не считают нужным вывозить эти кучи из поселка? Этот вопрос мы переадресовали в пресс-службу городской администрации. Однако сегодня там не готовы ответить. Ответственное за вывоз снега лицо сейчас в командировке. Обязательно вернуться к этой теме Елена Силакова, Станислав Атаманов. Новости Верхниками. Люди надеются, что после нашего сюжета зырянку все-таки приведут в порядок. Ведь кто не ошибается, тот не работает. И судебные приставы в том числе. Досадная история приключилась с общественным деятелем Игорем Соловьем. По словам мужчины, приставы незаконно вычитали деньги с его карты. Наш корреспондент Сергей Коленник разобрался в ситуации. Хотим бы вам поинтересоваться на том основании. У меня вчера с чарпами было снято 1900 тысяч рублей. Известный в Березняках блогер Игорь Соловей в этот раз оказался в центре финансового скандала. Признается, был в долгу у банка. Сумма не маленькая, порядка миллиона. Но пару месяцев назад все погасил. После чего приставы решили взыскать с него исполнительский сбор. А это около 70 тысяч рублей. Исполнительский сбор – денежное взыскание, которое накладывается приставами. Сбор является аналогом штрафа, который назначается только за несоблюдение должником срока добровольного исполнения решения суда. Размер сбора зависит от размера взыскиваемой с должника суммы или стоимости имущества. Он составляет 7%, но не менее тысячи рублей. Приставы пояснили. Прошел суд и судья постановил взыскать с должника деньги. Но к этому моменту долг был уже погашен. Игорь понял, произошла ошибка. Приставы не имели права отбирать у него средства. Еще 25 февраля начальник службы судебных приставов выдала Соловью документ об отмене взыскания исполнительского сбора. Тех самых 70 тысяч рублей. Но на этом ничего не закончилось. Карты арестовали, а деньги снимают. Если здесь есть подпись начальника, идите сразу же к начальнику. Снимали выяснение? Я хотел непосредственно вас спросить, на каком основании вы это сняли? Чтобы пояснить. Потому что у меня на исполнении в отношении вас имеется исполнительский сбор. Идем к начальнику, но дверь перед нами закрывают. Разговор идет без участия съемочной группы. Я обратился к начальнику Зеленкиной. Мы с ней переговорили в присутствии того же Присова, Санниковой. Как бы тет-тет-тет, потому что попросила, чтобы СМИ не участвовало при разговоре. На основании чего были сняты деньги-то, я не получил ответа. У меня есть основания, что дело закрыто, а она просто дальше снимает и снимает так бесконечно. После разговора с начальством Игорю вернули деньги на карту и сняли все ограничения. От таких случаев никто не застрахован. И если у вас возникла подобная ситуация, записывайтесь на прием к начальнику службы судебных приставов. Не помогло это? Всероссийский телефон доверия службы судебных приставов сейчас на экране. Звонок бесплатный. Сергей Каленик, Степаник Красов. Новости Верхнекамья. Сегодня мы решили коснуться довольно деликатной темы. Столкнувшись со смертью близкого человека, люди встречаются с еще одной проблемой – выбором ритуального агентства. Цена ошибки в таком вопросе слишком высока. В день скорби важно, чтобы родные и близкие люди поддерживали друг друга. Все остальные заботы берут на себя профессионалы ритуального агентства «Санта». Уже 22 года они предоставляют в Березняках полный спектр услуг – от организации похорон до оформления необходимых документов. Здесь же спустя положенные полгода на могилу можно заказать памятник. На ваш выбор более 100 вариантов оформления. Элементы можно, соответственно, заменить. Если, например, с одного какого-то образца нравится элемент, его можно будет переставить на другой образец, который человеку понравился. На выбор оформления согласование готового эскиза и гравировку уходит, как правило, меньше недели. Это рекордный для нашего города срок. Сами памятники выполнены из качественного гранита толщиной 8 сантиметров. Помимо современных катафалков и санитарных машин, к услугам березняковцев и жителей бывшего Усольского района появился еще и новый чистый автобус, чтобы проводы близкого человека в последний путь прошли достойно. Похоронный дом «Санта» располагается по адресу Фрунзе, 16. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникаме. Шах и мат. В нашем городе пройдет городской юбилейный турнир по шахматам памяти основателя этого направления в Березняках – азотчика Алексея Петровича Принца. Принять участие в интеллектуальной битве приглашают всех желающих. От школьников до пенсионеров на турнире ждут неравнодушных к шахматам людей, тех, кто на своем примере покажет увлекательную игру. С 16 и 17 марта на базе городского шахматного клуба «Каисса» состоится турнир в память об Алексее Петровиче Принце. Начало в 12.00. Алексей Петрович Принц ушел из жизни 1 апреля 1972 года. Работал инженером-технологом азотно-тукового завода. В 60-х годах он был одним из организаторов шахматного движения в городе. И тогда уже, если раньше шахматы были классикой, это 2 часа на 40 минут, тогда именно Алексеем Петровичем Принцем была предложена укорочена система проведения турниров. Игра проходила на скорость. На партию давали всего 15 минут каждому участнику. Лишь спустя десятилетия такие шахматы вышли на большую сцену. К слову, в эту субботу состоится Блиц-турнир с контролем времени по 5 минут на партию каждому участнику. Второй темпо-турнир пройдет 17 марта с контролем времени по 15 минут каждому участнику. Шахматисты города Березники уже ждут данный турнир, так как в городе Березники недостаточно много турниров подобного ранга. Ну и соответственно в этом уникальность данного турнира. Призеров открытого мемориала Алексея Принца ждут кубки, грамоты и подарочные сертификаты. По ощутительным призам будет отмечен лучший шахматист в номинации «Старейший участник». Возрастная категория 75 лет и старше. Организатором 10-го юбилейного турнира стал культурно-спортивный центр «Азот». Участников ждут по адресу Льва Толстого, 33А. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникаме. А теперь о более экстремальном спорте. Девушки составили неплохую конкуренцию парням на третьем этапе чемпионата города по зимним автогонкам. Под занавес соревнований на радость зрителям прошла редкая контактная гонка. Шесть автомобилей вышли на трассу и таранили друг друга. Драйв, адреналины, сумасшедшие скорости в сюжете Сергея Коленика. Таким зрелищем закончился сезон зимних автогонок. Все этапы водители дарили зрителям незабываемые эмоции. Сами при этом получали очередную дозу адреналина. На третьем финальном этапе выступали девушки. Для прекрасных дам организовали целый класс. Автоледи. За рулем жучки пермячка Яна Окунева. Два года назад она получила водительское удостоверение. Но уже сейчас с легкостью управляет заднеприводным авто. Мне нравится. Просто очень ездить на машинах. Все. Для удовольствия. И побеждать тоже. Пока волнения очень много. Потому что еще опыта мало. То есть я волнуюсь. И это тоже мне мешает. В классе автоледи Яна стала второй. И замахнулась выше. Заявилась на гонки с мужчинами. Среди 18 участников класса классика стала седьмой. И снова о девушках. Анастасия Акулова – потомственная автогонщица. Вся ее семья с баранкой на ты. Большой опыт помог девушке стать первой в классе автоледи. Понервничала. Соперники были очень сильные. Но я справилась. В позапрошлом были гонки. Также занимала первые места в автоледи. И на 8 марта, и 25 марта были. И сейчас отстояла свое место. На соревнования заявились порядка 50 участников с разных уголков края. Семь девушек. Гонка показала – женский автоспорт в городе начал развиваться. Из расчета брать автоледи именно, то очень высокая подготовка. Не просто там я выехала, поехала. И составляют абсолютно нормальную конкуренцию. Парням, ребятам. То есть как бы не дают расслабляться, так скажем. Ну и как уж не сказать о полюбившемся зрителям классе супершип. За счет вот этих вот саморезов получается отличное сцепление с ледяной дорогой. И машины разгоняются до огромных скоростей. В этот раз участники на баги обошли все легковушки. И даже полноприводные Субару. Победу одержал 19-летний Александр Федоров. Баги сегодня все легкие и узкие объехали. Счет чего как бы? Ну, просто меньше веса может. Не знаю. Там тоже ошибались участники. Сильно ошибались. Провести такие гонки своими силами очень непросто, но организаторы справляются. А многочисленные участники зрителей с нетерпением ждут следующего сезона. Сергей Коленик, Станислав Атаманов. Новости верхниками. Наконец-то и в наш город пришла весна. Столбики термометров медленно, но верно поползли вверх. А значит, уже можно менять теплые пуховики и шубы на пальто и кортки. Но удачу в городе как раз открылся новый магазин со стильной молодежной одеждой. Уже оценили его богатый ассортимент и мы. Этой весной на пике популярности вновь окажутся чудесные пастельные тона. Например, вот такой небесно-голубой, лиловый, ну или, скажем, пудровый. Ну а девушкам, которые любят быть яркими, можно попробовать, например, ну, такую куртку. Да, модели в стиле оверсайз все еще в моде. Точно так же, как и яркие цвета. Красный, лимонный, синий, выбирайте какой душе угодно. Ну а любителям сдержанной классики подойдет, пожалуй, белый цвет. Хоть он очень маркий, но, согласитесь, смотрится потрясающе. Укороченные и приталенные с воротником и без, классические и спортивные. Выбор весенних курток в новом магазине в самом деле впечатляет. Вряд ли где еще в городе вы сможете найти такое количество стильной верхней одежды. Да еще и по удивительно низким ценам, всего от 1600 рублей. Если элегантность для вас не только дань моде, но и стиль жизни, вам весной точно не обойтись без пальто. Дизайнеры в этом сезоне отдают предпочтение всем оттенкам бежевого. От самых светлых до таких кофейных. Завершить свой весенний образ вы сможете здесь же. В наличии обувь, шапки, шарфы, перчатки и сумки. И все так же по привлекательным ценам. Так что обязательно загляните в красивый магазин с красивыми ценами «Келми». Он открылся на втором этаже торгового центра «Оранжмол». Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникаме. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникаме». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.sobacamail.ru или по телефону 43 17 11 и 26 28 17. Авторы лучшего ролика недели получат в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Вы смотрели главные новости Верхникаме. Мы выходим каждый день в 19.00 в кабельной сети Ростелеком на канале ТНТ. И в интерактивном телевидении Ростелеком на канале ТНТ-4. Смотрите нас и на канале Верхникаме ТВ. С вами была Анастасия Лакман. Всего доброго и спасибо, что были с нами.